Первая книга Паральпоменон, глава двадцать восьмая Паральпоменоноги свои, сказал, — Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня, и в подножии ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне, — Не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. А также избрал Господь Бог Израиль в меня из всего дома Отца Моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, и в доме Иуды, дом Отца Моего, а из сыновей Отца Моего, меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей Моих, ибо много сыновей дал мне Господь, Он избрал Соломона, сына Моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, — Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов Его, и кладовых Его, и горниц Его, и внутренних покоев Его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у Него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц Дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левицких отделений, и всякого служебного дела в Доме Господнем и всех служебных сосудов Дома Господня, золотых вещей с означением веса для всякого из служебных сосудов, и дал золото для светильников и золотых лампад их с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд с означением веса каждого блюда. И для жертвенника курение из литого золота с означением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письмене от Господа говорил Давид, как он вразумил меня во все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь твердый, мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь, Бог, Бог мой, с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания.